В Мариел на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» может появиться новый военно-тактический комплекс для подростков. Он станет местом проведения занятий по начальной военной подготовке, которые входят в учебный план старшеклассников. Идею проводить подобные занятия централизованно в специально оборудованных комплексах высказал президент России Владимир Путин. Подойдет ли для этих целей «Лесная сказка» и как изменится лагерь в случае положительного решения? Смотрите в нашем материале. Военные сборы для учащихся 10-х классов проводятся уже не первый год. Несколько дней ребята живут в настоящей военной дивизии, обучаясь азам военной службы. Все это в рамках обычного школьного предмета ОБЖ. Подростки с горящими глазами наблюдают за работой профессиональных военных и сами постигают азы этой науки. Однако в республике учатся около трех тысяч десятиклассников и учащихся второго курса техникумов и училищ. Чтобы обучить их всех, военной дивизии придется переквалифицироваться в учебное заведение. Сейчас в правительстве республики рассматривается вопрос о строительстве нового военно-тактического комплекса, где ребята в течение всего учебного года смогут проходить основы военной подготовки. Одним из объектов, где есть жилые отапливаемые корпуса и свободная территория, стал детский лагерь «Лесная сказка». Думаю, что мы еще будем продумывать, что тут делать. Единственное, можно сказать, что требуется спортивный корпус, в этом есть потребность. Летом это здание эксплуатируется и сейчас достаточно активно. Зимой преимущественно стоит, хотя есть даже в санатории и лечебная база. Но мы должны продумать вариант круглогодичной эксплуатации. И вот задачи работы с молодежью в секторе военно-патриотического воспитания как раз такую возможность предоставляет. Я думаю, что мы рассмотрим и федеральные программы по линии Министерства спорта и туризма. Мы рассмотрим федеральные программы по теме, например, учебная база «Сириус». Мы рассмотрим и программы, которые имеют отношение к Министерству здравоохранения и к Министерству образования. Ну, в общем, есть о чем думать. Дорогу осилит идущий, хороший или плохой, но это актив республики, и его нужно развивать общим ресурсом. Ресурсом республики и федерального центра. Так, если решение будет принято в пользу лесной сказки, то на территории лагеря появится новая спортивная площадка, полоса препятствий, отапливаемый учебный корпус для занятий, обновится и оборудование лагеря. Предполагается, что старшеклассники будут приезжать в лесную сказку на пять дней в течение всего учебного года. А летом здесь же будут проходить тематические смены для кадетов, юнормейцев и воспитанников военно-патриотических клубов. Создание такого тематического лагеря для подростков – это лишь малая часть большой программы по созданию военно-патриотического парка «Патриот». Сегодня перед республикой Министерством обороны Российской Федерации по поручению президента поставили две основные задачи. Первая – это создание военно-патриотического парка «Патриот», как комплекса, который предназначен для всех граждан, не только для молодежи, но и независимо от возраста, в которой состоит из четырех основных зон. Это зона выставочная, она планируется в городе Шкар-Лев, в парке Победы. Это зона военно-историческая, которая планируется размещение на базе историко-филологического факультета Марийского госуниверситета, на базе музея поискового движения поисковиков. Это зона проведения культурно-массовых мероприятий, центром которой определен дворец молодежи. И последняя, четвертая зона, которая будет пересекаться с учебно-методическим центром патриотического воспитания молодежи «Авангард», это военно-тактическая интерактивная зона. Что она подразумевает? Что должна быть возможность у граждан приехать в рамках программы выходного дня, допустим, с семьей, с детьми, в какое-то место, где они могут пройти такие военно-полевые тактические испытания. Покататься на квадроцикле, повазить на альпийская стенка, посетить партизанскую деревню. Предполагается, что такая интерактивная зона как раз и будет располагаться на территории лагеря, выполняя сразу несколько задач. Станет ли в итоге лесная сказка центром патриотического воспитания республики? Мы обязательно расскажем об этом в наших выпусках новостей.